МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Источник жизни. Почему царские жены, чтобы забеременеть, окунались в горячие родники? Это дает повышенные жизненные силы, стрессоустойчивость. Это лечит многие заболевания, в том числе и бесплодие. Дар природы. Зачем древние славянки на заре купались и в росе? Они обнажались и буквально на зорях бегали, иссякая тело травой, принимая в тело росу, божественную воду. Живая вода. Какие ванны помогали царю Соломону сохранять мужскую силу? И делали бассейны с камнем. И находились в этих бассейнах для того, чтобы омолодить себя. Уникальное историческое расследование, раскрывающее секреты красоты и здоровья наших далеких предков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это термальные источники Смаковоса, которые находятся на территории современной Фессалии. Каждый день сюда приходят десятки женщин, которые свято верят в то, что именно эта вода поможет им зачать ребенка. Существует множество мифов и легенд, посвященных тому, что некоторые даже бессмертные боги были бесплодны, и в поисках исцеления от бесплодия они обращались к каким-то силам. Причем силам не только сверхъестественным, но и совершенно природным. Греческие рукописи содержат уникальную историю, согласно которой богиня плодородия и земледелия Деметра долгое время не могла зачать. Древний текст гласит, в попытке излечиться от бесплодия богиня обращалась к самым различным методам. Пила воду с частицами золота, пробовала на вкус волшебные яблоки, которые, согласно легенде, даруют узнавшему их сладость, продолжение рода. Но все попытки были тщатны. Легенда, которая посвящена знаменитой богине Деметре и ее дочери Персифоне, но традиционно все знают о том, что красавица Персифона, жена Аида, но не все знают о том, что Персифону Деметра тоже долго не могла родить. И для того, чтобы все-таки разрешиться временем рождения своей красавицы-дочери, ей пришлось, Деметре пришлось несколько раз обращаться тоже к определенным средствам. Легенда повествует о том, что каждый день, когда солнце находилось в зените и деревья переставали отбрасывать тень, богиня Деметра отправлялась к источникам с природной водой. Она надевала белоснежную рубаху и прямо в ней окуналась в теплую воду. В полном покое прекрасная Деметра проводила около часа. Затем, будто бы пробуждаясь от долгого сна, она выходила из воды и усаживалась на берег. Согласно легенде, спустя некоторое время после таких водных процедур богиня родила ночь. Она также неоднократно подходила к целебным водам источника. И, судя по всему, это источник, который находился на территории Темпейской долины. И там, соответственно, она принимала ванны и пила воды этого источника. И, собственно говоря, это стало ей помощью для рождения дочери. Но в чем секрет этих чудодейственных природных источников? Ученые утверждают, что большинство горячих источников питается водой, которая подогревается из недр земли. Температура такой воды составляет, как правило, выше 20 градусов. Рекомендовано пить родниковую воду или воду, которая является естественной, природной. И, скажем, поступает к нам из термальных источников, из источников, которые идут из недр без какой-либо химической очистки. Это дает повышенные жизненные силы, стрессоустойчивость. Это лечит многие заболевания, в том числе и бесплодие. Термальная вода – продукт уникальный и по происхождению, и по составу, и по косметическим свойствам. Такая вода способна проникать в самые глубокие слои кожи и насыщать кожу и организм человека полезными веществами, омолаживая его. Если принимать ванны регулярные, но и перед этим сделать пилинг кожи, чтобы ионы лучше проникали в верхние слои кожи, то тогда под кожей возникает ионный плащ, который фактически держится от 3 до 6 месяцев, даже при нескольких купаниях в термальной воде. Это объясняется особой минеральной концентрацией, которая царит в такой воде. Более того, как показывает история, в древности женщины отправлялись к термальным источникам рожать. Это было безопасно и даже полезно для новорожденного. Но только в тех источниках, где термальная вода, выходя на поверхность земли, остывала до температуры окружающей среды. Вода, она расслабляет тело, она расслабляет ткани. Взвешенная среда снимает гравитационную нагрузку на нервную систему, на скелетно-мышечную систему. Потом, конечно, женщина во время родов может нырять и задерживать дыхание. И благодаря этому у нее улучшается метаболизм организма, и процессы начинают происходить более активно. Современные исследования доказывают, что девушки, которые еженедельно ходят в сауну, баню, или купаются в горячих термальных водах, рожают безболезненно и быстро. Так в древности на Руси существовал обычай зачинать и рожать детей именно в бане, где густой горячий пар из страв доверху заполняет небольшое деревянное помещение. В древности, как известно, вода очень широко использовалась в терапевтических методах, способах рождения в частности. И, например, известен такой факт, что когда женщина тяжело рожала, и вообще на Руси было принято рожать в бане, например, это и высокая влажность, и очень тепло, и это дезинфекция пространства, соответственно, и распаренные ткани, и чистота, все это способствовало хорошим родам. О целебных свойствах воды было известно и нашим далеким предкам. Они свято верили в то, что вода – это сама жизнь. Она помогает сохранить молодость, красоту и здоровье. А недавно историкам удалось восстановить небольшой отрывок текста, написанного на древнем эллинистическом языке, авторство которого предположительно приписывается знаменитой греческой гетере «Элефантики». Хроники свидетельствуют о том, что «Элефантида» написала одно из самых откровенных книг о любовных отношениях между мужчиной и женщиной за всю историю человечества. Более того, на страницах своей книги греческая соблазнительница раскрывала все секреты красоты и привлекательности женщин Древней Греции. Принято считать, что красавицы Древней Греции, чьи портреты и мраморные извояния дошли до наших дней, были настолько безупречны, что проблем с кожей, фигурой и прочими составляющими образа идеальной красавицы у них просто не было. Историки утверждают, своей гладкой кожей гречанки обязаны оливковому маслу, которое составляло основу всех древних косметических средств. А секрет их превосходных волос заключается в медовых масках. Однако рукопись Древней Гетеры Элефандида переворачивает все привычные представления о секретах красоты греческих красавиц. Ведь в нем сохранились свидетельства о том, что своей безупречной внешностью гречанки обязаны воде. Дается четкий рецепт, что нужно налить четверть стакана воды и туда добавить одну чайную ложку меда. Причем меда такого достаточно жидкого. Все это смешать и употреблять с утра натощак. И вот это такой рецепт, который дает возможность продлить долголетие, продлить здоровье человека. В виде льда, росы, студеная, кипяченая, дождевая, живая и мертвая вода упоминаются во многих легендах и преданиях древности. Но почему древние придавали воде поистине сакральное значение? В поисках ответов исследователи обратились к истории. И обнаружили, что один из самых древних секретов сохранения молодости и здоровья, в основе которого была вода, принадлежал царица Спарты Елене Прекрасной. Поэты древности воспевали ее как самую прекрасную из всех земных женщин с идеальными чертами лица и точенной фигурой. Более того, согласно произведению Гомера Илиада, именно неземная красота Елены стала причиной кровопролитной Троянской войны. И если эта женщина действительно была так красива, как пишут древние поэты, то в чем заключался секрет ее привлекательности? В греческой мифологии рассказывается о том, как Елене удавалось сохранять свою красоту, свою молодость. И в этом мифе о красавице Елене как раз содержится несколько советов женщинам смертным, как ухаживать за собой, чтобы как можно дольше быть красивой и молодой. Первый совет заключался в том, что необходимо обязательно купаться в море, причем это купание должно быть до восхода солнца. В древних греческих текстах сказано, что каждое утро с рассветом Елена ходила к морю. Красавица верила, что ежедневные купания в морской воде придадут ее коже упругость, которая не исчезнет с годами. Елена совершала такие морские ванны, скажем, было это до восхода солнца. Второе, что она делала, это после таких морских ванн, после купания в море, она посещала, соответственно, баню. Современные косметологи подтверждают, морские ванны по рецепту Елены Прекрасной действительно оказывают благотворное влияние на кожу. Но самое главное, что сделать их в домашних условиях может любая представительница прекрасного пола. Для этого нужно высыпать несколько столовых ложек морской соли в ванну, наполненную теплой водой, и наслаждаться в ней не более 10-15 минут. Если вы там находитесь в этой ванне солей с совершенно пороговыми, скажем, концентрациями ионов, больше 20 минут у вас реально может быть даже остановка сердечной деятельности при больном сердце, при нарушении ритма и так далее, потому что настолько сильное действие вот этих ионов, концентрация и проникновение их через кожу. Однако это не все секреты, которыми пользовалась легендарная царица Спарты. Каждый раз после купания в море Елена Троянская наносила масло розы на кожу для того, чтобы придать ей неповторимую гладкость. Именно поэтому косметологи советуют после ванны растереть кожу кремом, добавив в него 7 капель эфирного масла розы. Поскольку царица Елена, она была дочерью, женой, как известно, царя Менелая, спартанского царя Менелая, и как раз в Спарте, считается, появились первые греческие бани. Они назывались Лаконикум от Лаконии, собственно, где и находилось спартанское государство на территории Лаконии. И вот Елена посещала этот Лаконикум, где рабы тщательно растирали ее тело различными эфирными маслами. Однако в греческой рукописи сказано, что секрет красоты Елены Троянской был не только в применении эфирных масел, которыми она растирала свое роскошное тело. Главная тайна была в том, что именно в бане при высокой влажности природные масла в полной мере раскрывают свои полезные свойства. Все знают о бане как о мовнице, то есть место, где ты моешься. Но мало кто отдает действительно большое значение пару банному. А ведь что такое пар? Пар – это прежде всего, опять же, взбодренные микрочастицы воды, насыщенные углеводородом. Углеводород, он в принципе омолодительный такой эликсир. Далее, надо помнить, что пар банный, он с добавлением трав. И все это воспринимается не как-нибудь, а воздушно-капельным путем. А воздушно-капельное принятие травных эликсиров, оно значительно более полезно и быстрее дает результаты, нежели прием напитка внутрь. Современные косметологи соглашаются с тем, что секрет неувидающей молодости кожи заключается в ее насыщении влагой. Даже те мелкие морщинки, которые появляются с возрастом у представительниц прекрасного пола, могут сигнализировать о том, что коже просто не хватает влаги. Избавиться от них просто. Нужно раз в неделю уделять время банным процедурам. Так, как это делали древние греческие красавицы и сама Елена Троянская. Она отправлялась в то, что мы бы назвали сейчас парилка, где вот как раз она принимала вот эту вот, вот эту паровую баню. И после этого она отдыхала. Дальше говорится о том, что Елена никогда не употребляла какой-то такой жесткой пищи, что называется, да, то есть в основном ее еда состояла из оливок. В большом количестве присутствовало оливковое масло, присутствовал виноград и сельдерей. Виноград, оливки, сельдерей. Современные исследования говорят о том, что все эти продукты действительно помогают поддерживать нужный уровень увлажненности кожи. Однако на Руси подобных яств не знали. Но, судя по портретам, дошедшим до наших дней, и сохранившимся описаниям, пышнотелые и румяные русские красавицы выглядели ничуть не хуже, а порой и лучше безупречных гречанок. Однако известно, что ни душистой воды, ни ароматных оливковых масел, ни уж тем более кремов, лосьонов, шампуней у них не было. Процедуры с морской солью были им незнакомы. Но вместо этого славянки владели уникальными секретами, с помощью которых из обычной воды они создавали настоящие омолаживающие эликсиры. Царица-водица – одна из первоначальных стихий бытия славянами почиталась всегда. В одном из первых сообщений о религии славян упоминается, в первую очередь, что славяне почитают реки. Любой обряд знахарский, религиозный, начинался с почитания воды. Вода приносила красоту девушкам, вода приносила здоровье больным детям. Умывание славянами было возведено в ранг религии. В языческой религии славян и в двоеверном христианстве народном вода играла очень большую роль. Историки утверждают, русские красавицы готовили особенные травяные отвары, которые затем замораживали. Такими кусочками льда они по утрам протирали лицо, чтобы кожа долгое время оставалась молодой. Самый лучший способ сохранения молодости и красоты кожи – это ежедневный криомассаж. То есть это массаж кусочком льда. То есть если мы нанесем любой увлажняющий крем, питательный крем на кожу, и по нему будем делать именно массаж льдом, именно водой, которая заморожена, то в этот момент идет очень мощное сокращение пор, и сама вода и молекулы крема очень хорошо проникают внутрь. По вечерам славянки умывались студеной водой, благодаря чему у них был особенный румянец на лице. Известно также, что русские красавицы считали живительной дождевую и талую воду. С водой было очень много магии связано. Очень много. Магия здоровья, магия времени, кстати, тоже с водой была связана. И естественное омоложение, и красота. И, наверное, все историки помнят, да, в принципе, все люди знают, да, что Европа, она не имела такого культа воды. Древняя Европа. Как Русь, да, и в Европе и вырождение, и смертельные просто налеты тяжелейших заболеваний, которые выкашивали Европу периодически, в Руси у славян такого не было, потому что вот почитался культ воды как здравница и вода-матушка. До наших дней дошла лишь малая часть тех секретов, которыми владели красавицы древней Руси. Так в записках одного рабского путешественника историки обнаружили описание необычного обряда, который славянки совершали на рассвете. Согласно тексту рукописи, с первыми лучами солнца русские красавицы в белых рубахах выходили в поле. Сбросив с себя льняные одежды, они ложились на мокрую от рассы траву, после чего бережно втирали холодные капли росы в лицо, руки и шею. Арабский путешественник предположил, что таким образом славянки собирали пыльцу дурманящих полевых трав. Ведь в арабских странах так и делали. Пыльца прилипала на мокрую от рассы кожу и таким образом ее сбор ускорялся. Но что на самом деле означал этот странный ритуал? Долгое время историки пытались понять, что имел в виду арабский гость. Пока в одной из древних славянских рукописей не обнаружили, что одним из самых уникальных омолаживающих средств по уходу за лицом и телом для красавиц Древней Руси была именно роса. Древние верили, что роса это небесная вода, дарованная высшей силой. Именно поэтому считалось, что роса может помочь излечить любой ниток. Те девы, которые хотели омолодиться, умывались росой, а те, кто желал зачать, ее пили. Как раз озаренная звездная вода, упавшая на травы, на зелья, на землю. И если уж говорить о росах, наши предки считали, что это опять же волшебный эликсир роса. Росой пропитывали одежды, росой пропитывали холсты для того, чтобы потом пошить свадебные одежды. Или, например, мужу в дальний путь пошить нательную рубаху из такого льна, пропитанного росой. Славянки верили, если собирать росу при соблюдении определенных правил, то она превратится в настоящий эликсир молодости. Делать это следовало непременно до восхода солнца. При этом запрещалось собирать такую воду в ведра или зачерпывать вторично. Считалось, что это лишит росу целебных свойств. Именно поэтому единственным способом сохранить все полезные качества росы было собирать ее в ладони и сразу наносить на кожу. Из древних источников известно, что славянские женщины использовали росу и в качестве своеобразного антисептика. Девушки промывали ей глаза и лечились от высыпаний на лице. Но какими уникальными свойствами обладает роса? Последние исследования ученых показывают, что роса не только способна сохранить молодость и упругость кожи. Она обладает также и лечебными свойствами. Ведь большинство луговых трав, на которых скапливается утренняя влага, лекарственные. Среди них тысячелистные, пустырни, валерианы, в которых содержится огромное количество веществ, полезных для организма человека, часть которых и вбирает в себя роса. Она обладает сильным очистительным свойством. Поэтому люди обмывались росой для того, чтобы омолодить свою кожу. То есть старая кожа, еще какие-то налеты, все уходили благодаря этой воде. За счет именно электрического потенциала. Наша земля же, она электрически заряжена. Так вот, роса, приобретая этот заряд, снимала лишний заряд с тела человека. Росу, собранную из пустырника, можно пить при сердечно-сосудистых заболеваниях. Роса с мяты успокоит нервы. А роса тысячелистника является хорошим иммунным средством. Если на дачном участке растут разные травы, то вполне можно позволить себе умыться утренней росой. От нескольких таких процедур кожа заметно помолодеет и станет бархатистой. Известно, что наши предки считали наиболее целебными купальские росы, выпадавшие на Ивана Купала с 6 на 7 июля. Объясняется это тем, что июль – это время пышного цветения трав. Особенно сильна была вода на рассвете, и роса на рассвете. И особенно сильной была роса на купальском рассвете, когда соединялись воедино сила земли, переданная через растение, сила воды, сама роса, и сила солнца, поскольку Купала – это же самые длинные дни, вершина солнечной силы. И по традиции на Купалу девушки купались в росе, чтобы обрести красоту. Купальская роса – девичья краса. Подговорка даже существовала. В 20 веке историками-этнографами была обнаружена древняя славянская рукопись, в которой были приведены десятки рецептов красоты и здоровья. Но самое удивительное заключается в том, что среди этих рецептов историки нашли упоминание о живой и мёртвой воде. Собрать живую воду и залить ей толчёные зёрна сушёного гороха, смешать до густоты сметаны. Следуя этому необычному рецепту, славянки делали настоящий гель для умывания, который был придуман ими сотни лет назад. Современные косметологи утверждают, такое подручное средство невероятно полезно для кожи. Ежедневное умывание с использованием толчёного гороха очистит поры и сделает кожу гладкой. Но если горох и сегодня является доступным продуктом, то какую воду наши предки называли живой? В блинах, собственно, живая и мёртвая вода не упоминается. Она упоминается в сказках. То есть это, скорее всего, мифологическая форма. И обратите внимание, что воду всегда доставляет ворон. Во всех сказках живую и мёртвую воду приносит ворон. Ворон может перенести... Это такая волшебная птица, которая может перенести в другой мир у волшебного источника взять живую и мёртвую воду. Все знают русские сказки. Брызнула Василиса прекрасная живой водой на Ивана Дурака и превратился Иван Дурак в прекрасного мужчину и женился на Василисе. Но мало кто знает, что исцеляющие свойства так называемой живой воды не выдумка наших предков. Японский учёный Масаро Эмото стал первым, кому удалось на практике доказать, что живая вода действительно существует. Для своих уникальных опытов учёный взял чистую родниковую воду и начал фотографировать её с помощью мощного электронного микроскопа и вмонтированного в него фотоаппарата. Масаро Эмото, который проводил исследование кристаллов воды и воздействовал на воду, кристаллы воды различными полями. Значит, магнитным, электрическим, а также акустическими, а также музыкой. И он впервые доказал, что два одинаковых кристалла воды никогда не образуют, не могут образовать одинаковую структуру. Все кристаллы различаются. И это различие структуры, оно идёт от каких-то внутренних свойств воды. Для получения фотографии реакции воды на внешние раздражители капельки воды учёный помещал в прозрачные чашки и резко охлаждал в морозильнике в течение двух часов. Затем Масаро Эмото ставил их перед специальным прибором, который состоял из холодильной камеры и микроскопа с подключённым к нему фотоаппаратом. При температуре минус 5 градусов по Цельсию под увеличением в 500 раз делались снимки воды. Результаты поразили учёного. Он увидел, что кристаллы воды меняются в зависимости от внешнего воздействия. Кристаллы воды, которые образуются из чистой дистиллированной воды, имеют правильную, красивую шестигранную структуру. Информация в них не искажена. А те кристаллы, на которых была воздействована негативная информация, в виде музыки типа рок, грубых оскорбительных слов, они были искажены. То есть их структура, шестигранная структура вот этой снежинки, она искажалась самым необычным образом. Учёные утверждают, когда мы пьём обычную воду, то организм сам пытается преобразовать её в живую, иначе говоря, сделать полезной. На этот процесс уходит колоссальное количество энергии, которая могла бы пойти на другие цели. Но если мы пьём живую воду, то организму не нужно тратить усилия на её преобразование. В этом случае свободную энергию организм распределяет на омоложение клеток, борьбу с вирусами и старением. Вода также имеет возможность как омолаживать организм, так её недостаток влияет на старение. С возрастом организм теряет воду. Почему? Потому что теряется вещество, которое её удерживает, а именно гиалуроновая кислота. Это гель, с которого состоят все наши ткани, в том числе и кожа. На коже это особенно заметно, потому что это барьер, и это органы, которые постоянно в движении. Таким образом, потребляя живую воду, человек высвобождает ресурсы организма, которые позволяют без всяческих косметических процедур выглядеть моложе и жить дольше. Однако нашим далёким предкам были недоступны современные технологии. Тогда откуда они брали живую воду? Совсем недавно историки в древних славянских рукописях обнаружили упоминание о том, что княгиня Ольга знала, где находится источник с живой водой. О княгине Ольге говорится, что она одна из самых молодых княгинь, то есть не стареющих имеется в виду. Возраст-то у неё был почётный в эпоху правления, но она не старела, она считалась красавицей. И об этом есть огромное количество документов. Древнерусский текст «Житие святой Ольги» повествует о том, что на родине княгини, неподалёку от Пскова, состоялась её первая встреча с будущим супругом. Молодой князь Игорь охотился в тех краях и увидел некоего плывущего в лодке. Он попросил незнакомца помочь ему переправиться на другую сторону реки. Только отплыв от берега, князь обнаружил, что его везёт девушка удивительной красоты. Древний текст гласит, образ прекрасной Ольги так запал князю в душу, что спустя несколько лет, когда пришло время выбирать невесту, князь сразу вспомнил о красавице. Так Ольга стала женой князя Игоря, великой русской княгиней. Но в чём заключался секрет красоты княгини Ольги? Историки утверждают, что своей привлекательностью и неувядающей молодостью Ольга была обязана живой родниковой воде, которая ежедневно убывалась. Княгиня Ольга вполне историческое лицо. Но существует несколько легенд, связанных с её жизнью, что она перед каждым очередным событием, важным и значимым, обязательно возвращалась к своему родному роднику. Там, где она родилась, существовал родник на Псковской земле. И она обязательно омывалась в этом роднике. Для того, чтобы узнать, что особенного было в этой родниковой воде, историкам пришлось обратиться к славянским летописям. В них они обнаружили упоминание о том, что ключ, водой которого умывалась княгиня, был гремящим. Оказывается, так наши предки называли воду, которая находилась в тех местах, куда часто ударили му. Это так называемые гремящие были ключи, или ленинские ключи. То есть Илья – это заместитель Перуна, громовник в народной мифологии. Такие места отмечались очень сильно. Родники, у которых, по поверью, родниковая вода вообще считалась, ну, самая чистая, понятное дело, самая священная. И особенно священная считалась та, которая, по поверью, возникала в тех местах, где била молния. Такая вода обретала часть силы громоверства, то есть она могла отпугивать нечистую силу, передавать мощь и здоровье, воплощением которого был громовер. Историки обнаружили упоминание, согласно которому после бушевавшей стихии, будь то ночь или день, русичи выходили собирать гремящую воду. Это могли быть родники и даже дождевая вода, которая скапливалась в тех местах, куда били молния. В воду сливались громовой стрелы, скажем. Громовыми стрелами назвали в разных местах разное явление. Это могла бы действительно следить от удара молнии где-нибудь в песчаную почву, когда там спекался песок стеклистый, такое образование. Это мог быть белимнит, есть такое ископаемое. Исследования ученых показывают, вода, в которую попадает электрический разряд, смягчается и очищается. Вредные вещества в ней погибают, а полезные, наоборот, концентрируются. Почему она лечебной становится? Потому что в той воде все минералы, даже те вредные минералы, которые воздействие оказывают вредное на человека, мыщаяк, да, они становятся, будем говорить, нормальными изотопами. То есть они не вредят человеку. Раз, вода приобретает лечебные свойства, потому что все минералы как бы резонируют друг с другом. То есть то, что нужно организму для продления жизни, там появляется. Подтверждение теории о существовании живой воды есть не только в славянской металлогии. Согласно греческим легендам, именно грозовую воду пили боги, для того, чтобы оставаться вечно молодыми. Эликсир без смерти пили боги Олимпа. Эликсир этот создавался из чистой воды, внутри которой горит молния. Зевс, ударяя своими молниями воду в сосуд с водой, зажигал в ней молнию, как шаровую молнию. И тогда эта амброзия превращалась в эликсир жизни. В эликсир бессмертия. Но если наши далекие предки, которые жили в тесной связи с природой, могли набрать чистой грозовой воды, то сделать сегодня в условиях мегаполиса это просто невозможно. Однако ученые утверждают, воду, подобную по своим свойствам грозовой, может сделать в домашних условиях любая женщина. Для этого просто необходимо погрузить в сосуд с водой серебряные вещи. Если у вас есть какой-то старинный предмет, серебряный или золотой, можно его использовать для приготовления золотой или серебряной воды. Почему старинный? Потому что содержание серебра в старых предметах, в ложках или в кольцах, оно, конечно, больше, чем то содержание, которое находится в наших предметах. Поэтому можно просто взять столовую, старинную столовую ложку серебра, поместить ее в стеклянный сосуд с водой и настаивать ее на протяжении суток двое, а потом пить эту воду. Такая вода, считается, очень благоприятно воздействует на человека. Ученые утверждают, что серебро очистит воду лучше любого современного фильтра. Ежедневное употребление такой воды окажет благотворное, омолаживающее воздействие на кожу и придаст заряд бодрости. Но тем представительницам прекрасного пола, которые желают достичь скорейшего результата, будет полезно воспользоваться уникальным рецептом на основе серебряной воды, который был придуман знаменитой куртизанкой Нинон де Лангло. Куртизанки, они были очень образованными, они очень, очень влиятельными были в свое время. Помимо того, что они были образованными, они имели, они были обладательницами и применяли это в своей жизни секреты красоты. Они передавались друг от друга, и куртизанки в своей жизни вынуждены были сохранить свою красоту как можно дольше. И, естественно, они придавали большое значение этому. О ее красоте ходили легенды. Ее называли царицей куртизанок. Изящная, превосходно сложенная брюнетка с лицом ослепительной белизны с легким румянцем. Говорили о Нинон, когда ей исполнилось 30. Исторические хроники свидетельствуют, кокетка так долго сохраняла свою красоту, что молодые люди продолжали влюбляться в нее, когда ей было 70 лет. А когда Нинон исполнилось 80, она все еще с прежней страстью отдавалась любовному технику. Когда ей было около 70 лет, один из шведских принцев приезжает в Париж, и его друг, которым жил в Франции в это время, приглашает в литературный салон Нинона. Этот шведский принц не соглашается идти туда, говоря о том, что ему делать в доме 70-летней старухи, где ничего интересного не будет. Но, тем не менее, он попадает в дом, как только он попадает в дом, влюбляется в нее и остается у нее ночевать. До сих пор историки ищут ответ на вопрос о том, как французской куртизанке Нинон де Лангло удавалось молодо выглядеть и быть такой желанной до глубокой старости. По воспоминаниям современников, Нинон обладала ярко-рыжим цветом волос. Однако художники изображали ее то блондинкой, а то и вовсе с темными волосами. Такой неуловимой и всегда разной казалась им эта восхитительная любовница. Секреты долгосохранения красоты на такие долгие годы – это в первую очередь, как отмечают историки, она, несмотря на очень разгульную свою жизнь, никогда не ходила открыто. То есть всегда она была в одежде. Если даже посмотреть ее портреты, которые нарисованы, они чаще всего без глубокого декольта. Нинон никогда не выходила на улицу без перчаток. Она опасалась, что солнечные лучи, попадая на ее белоснежную кожу, просто-напросто пересушат ее. Это был один из проверенных способов поддерживать естественную влагу кожи. Известно, что удивительной свежести кожи Нинон завидовала сама королева Франции Анна Австрийская. Она постоянно подсылала шпионов к кортизанке в надежде на то, что ей рано или поздно удастся выведать секрет эликсира молодости. Каково же было изумление знаменитой королевы, когда ей донесли, что тайна синеглазой красавицы заключается в кусочке обыкновенной замши, которую Нинон вымачивала в специально приготовленной для этого воде. Она использовала чистую замшу, смоченную в воде. Некоторые говорят, что прежде чем подготовить эту воду, она бросала туда монеты. Видимо, эти монеты оказывали на воду какие-то электролизующие действия. Потом эту воду она смачивала замшу, и этой замшей протирала каждый день лицо. Причем в течение пяти-десяти минут. Но для этого были у нее специально обученные люди, которые это делали. Современные исследования подтверждают, если бросить несколько медных или серебряных монет в воду, она станет чище. Так, во время процедур, которые совершала куртизанка с лоскутком замши и очищенной водой, возникал минимальный электрический заряд. Небольшой импульс тока сужает сосуды и повышает уровень эластичности кожи. Некоторые авторы говорят, что она использовала серебряные монеты, что по нашим меркам это достаточно хорошо. Другие авторы отмечают, что это медные монеты. Любую, даже водопроводную воду, которая проходит многократную очистку, в результате чего теряет все свои полезные свойства, можно сделать целебной. Для этого необходимо на некоторое время погрузить в нее нужные минералы. Так, при сахарном диабете рекомендуется настоять воду на жемчуге, изумруде или сапфире. Делали эликсир на жемчуге. То есть, если класть жемчуг в определенную, обязательно при полной луне и в чистую воду, желательно родниковую, не водопроводную, и наставить его 12-14 дней, тогда он приобретал свойства омоложения. И именно этим эликсирем люди накладывали опять же. Примочки разные делали, но обязательно надо было его пить. Хотя бы, ну так, под 30-40 миллилитров в день. И тогда действительно улучшалось и состояние кожи, разглаживались морщины. Но пожилые мужчины пили этот эликсир для повышения потенции. При проблемах с кожей поможет вода, в которой около суток пролежали яшм, коралл, медь, малахин, оникс и сердолик. Тем, кто желает сделать свою любовную жизнь более яркой, рекомендуется пить воду, настойную на горном хрустале, гентаре или хризолите. Для того, чтобы нефрит, жадиит или вообще камни вот этой группы начали излучать, его надо активизировать. То есть, его надо нагреть. Начнем с этого. То есть, берется обыкновенная вода. Нежелательно использовать воду из наших труб, потому что там очень сильная кислотная... Если в качестве эликсира, то да. Но в качестве лечебного фактора, который вы хотите использовать на коже, лучше взять воду родниковую. Или даже морскую воду. Самая лучшая морская вода. Так вот, настоять надо этот камень под открытыми лучами солнца, расположить его. Ну, все зависит от размера камня. Положить сосуд. Согласно летописям древнего Аравийского царства, секретом омолаживающей воды владела легендарная правительница царства Шеба, царица Савская. Имя царицы Савской в Библии не упоминается. Однако о ней говорится в более поздних арабских текстах и в эфиопских преданиях, в которых она зовется Балкис или Македа. Такое расхождение со священным библейским писанием долгие годы давало исследователям повод для споров о том, являлась ли царица Савская реальным историческим персонажем. Но в 1985 году археологами в Мансийском святилище рядом с селением Верхней Нильдина было обнаружено серебряное блюдо с изображением Давида, Соломона и царицы Савской. Историки были поражены красотой легендарной правительницы и задались вопросом, как Савской удавалось так молодо выглядеть. В поисках ответа они обратились к древним аравийским рукописям, в которых обнаружили информацию о том, что секрет молодости она выведала у одной из своих служанок. Имя этой девы в исторических документах не упоминается. Однако известно, что она владела особенными, поистине уникальными знаниями о пользе природных минералов. Когда царица Савская узнала, что ее служанки почему-то не стареют, она у них, естественно, спросила, в чем дело. Служанки тогда ответили, что мы каждый вечер используем в качестве омолаживого эффекта бирюзу. И они показали царице, как эта бирюза используется. Потому что раньше царица думала, что бирюза – это некое красивое украшение, которое можно использовать в качестве облицовочной плитки или в качестве просто декоративного какого-то орнамента на полу. Чтобы проверить, действительно ли бирюза обладает целебными свойствами, исследователи обратились к египетским папирусам, в которых говорится о том, что еще древними египтянами в IV тысячелетии до н.э. было открыто одно из самых больших месторождений бирюзы в мире. Древний Египет – не секрет, одна из стран, которая в медицине начала употреблять эти камни. Ну, в первую очередь, это бирюза у них была. То есть они считали, что бирюза настолько мощный амулет, что тот, кто носит эту бирюзу, вечно будет молодым. Дальше они считали, что порошок из бирюзы или эликсир из бирюзы модницам делает шикарные красивые глаза, привлекательные, на которые взглянешь и уже влюбляешься. В рукописных текстах египтян сказано, что бирюза примеряет поссорившихся супругов и укрепляет зрение. Кроме того, в папирусах говорится, что этот небесный минерал, так его называли древние, должен присутствовать в украшениях и одеждах всех без исключения царских осон. Историки объясняют это тем, что египтяне приписывали бирюзе омолаживающие свойства. Возможно, эти древние знания о целебных свойствах голубого минерала были известны народам, проживавшим и на территории Аравийского царства, граничащего с Египтом. И если это действительно так, то служанки Савской вполне могли знать об удивительных омолаживающих свойствах голубого камня. Когда модницы, ее служанки показали, что им камень помогает не только психологически выдерживать свой нелегкий труд, а содержать себя в молодости, именно в сексуальности, потому что он создавал некую сексуальную привлекательность. Когда уникальные свойства бирюзы стали известны царице Савской, она приказала созвать лучших мастеров, которые смогли бы построить бассейн из бирюзы. Она сделала огромный бассейн, причем он существовал очень долго, и ни одной из модниц больше она туда не пускала, разве что только допускала слуг мужчин, находящихся вокруг бассейна. То есть она настолько реновала красоте своей, что ни одна модница уже рядом с ней не находилась. Легендарная царица Савская не случайно верила построить бассейн именно из чистой бирюзы. Ведь вода, в которой голубой минерал пролежал не меньше суток, приобретает поистине уникальные свойства, благодаря которым процесс старения организма замедляется. И современные исследования подтверждают, что бирюза действительно может оказывать лечебное воздействие на организм. Благодаря воздействию этого камня, этого бассейна, насыщенной бирюзой, царица Савская оставалась очень долго молодой и красивой. К сожалению, бассейн не сохранился, он был разграблен. Но сам дворец, из которого делался дворец для царицы Савской, он наполовину оказался только из бирюзы, а остальная была половина сделана из илладского камня. В третьей книге царств Библии содержится уникальное описание бассейна дворца царя Соломона, который был сделан из белого мрамора. Ступени его были из благородного малахита, которые спускались к самому дну. Облицовка из египетской яшмы, говорится в древнем тексте. Историки установили, такое необычное разнообразие драгоценных минералов, из которых был сделан царский бассейн, непростая блашь Соломона. Оказалось, что вода, обогащенная этими минералами, стимулирует мужскую энергию. Ведь, согласно Библии, Соломон обладал многочисленным гаремом, который состоял из 700 жен и 300 наложниц. И для того, чтобы здоровье царя позволяло ему уделять время всем прелестницам его гарема, Соломон велел построить такой бассейн, погружаясь в воду которого, он бы мог ощущать прилив сил. Бассейны клали камни. Строили непосредственно, не просто в бассейны клали, они вообще делали бассейны с камнем. И находились в этих бассейнах для того, чтобы омолодить себя. В Египте все, все камни использовались, в первую очередь, для омоложения, во вторую только для лечения, для каких-то лечебных целей. Самая главная их, основная задача была омолодить тело, омолодить душу. Историки утверждают, что именно с этой целью Соломон приказал построить бассейн, который полностью будет создан из драгоценных минералов. Он был убежден в том, что такая вода поможет сохранить ему мужскую силу до глубокой старости и не ошибался. Современные исследования ученых показывают, что вода, в которой долгое время пролежали различные драгоценные минералы, может повысить мужское либидо и даже излечить от бесплодия. Не случайно аристократы делали себе ванны из натуральных минералов, то есть для того, чтобы еще использовать концентрацию солей, которые образуются в результате длительного такого нахождения в этом растворе. Человек не может жить без воды. Она сопровождает нас повсюду и, кажется, нет ничего более обычного и простого. Однако это не так. Вода может стать как настоящим эликсиром, так и ядом, который будет день за днем медленно убивать организм. Казалось бы, в природе не существует другой такой среды, о которой бы человечество накопило столько же знаний. Но, несмотря на это, с уверенностью можно говорить о том, что до сих пор природа этого вещества человеком до конца не познано. И какие еще тайны таит в себе вода, ученым только предстоит разгадать.